ты по-моему даже не говорил нет смысле нет что ты сказал 23 что ли 30 черт блин у него есть имейта 25 о чем ты 22-39 а 22-39 я сказал на игру 21 люди запомнили а нет спасибо ребята вы моя кратковременная память а да извиняюсь мати свитч force 2 отличается от первой части тем что в первой части вы ловите с красоток которые сбежали из тюрьмы во второй части вы тушите пожары эти глаза сквозь толки и так это эта игра очень сильно отличается от оригинальной мати свитч force тем что у вас есть вода и кстати вы продолжаете спасать красоток несмотря на то что это не те косок которые были в первой части и как вы заметили на голове у нашего персонажа как вы видите на голове у нашего персонажа есть лампочка которая надо загорается и когда загорается блоки менять свое расположение интересная механика то есть он грубо говоря уходит из фазы те или иные блоки дай угадаю красотка слишком горячие поэтому город горит нет там нормальный сюжет просто way forward любит очень своих спрайтовых девочек может даже чересчур я просто не могу представить дизайнеров этой игры они реалистичны ой скажем так по-настоящему любят свои творения знаешь что есть плюсы вот так же как разработчик плюсов выглядит так же и выглядит джон трон говорил надо горит вот грит прекрасная игра да но вот вот всех заменили на маленьких девочек в бикини я спрашиваю почему 2 комментатор такой плохой микрофон ну вообще на самом деле микрофон думаю хорошая процеда проблема программ честь которым связываемся то есть вы слышите второго комментатора че через третью инстанцию ты сначала с ним связывать через какую-нибудь программу потом мы еще записываем эти наши голоса и потом еще отправим вам через тринги в горя интересно мне что плохо слышно нет все хорошо значит и так один момент так как вы проходите скажем так он проходит эту игру вместе с огнетушителем обычно вас его нет то скажем так этот огнетушитель может уничтожать абсолютно все блоки хотя если вы просто проходили бы игру вам бы надо было бы скажем так сделать намного больше 10 чем делать сейчас просто используя не душили то что пройти тот или иной уровень как видите в принципе эта игра построена полностью на оптимизации маршруты как видите ребенка и дети не нужны мы их не спасаем кому нужны детям в спидранах нужно бежать быстрее это же всего лишь пиксели а ты знаешь сюжет этой игры нет и к сожалению не играл я все хочу попробовать она и в стиме и на меня как рук не доходит купить и поиграть не я напоминаю что эта игра полностью именно зависит от маршрутизации то есть хорошо построена маршрут для сбора всех скажем так девушек и доходе до последнего до последней точки в игре все что нужно я думаю если они найдут способ убрать задержку во время мигания лампочки то это в разы ускорит игру я уверен какая-то комбинация клавиш это может сделать какой-нибудь глюк пока никаких гличей они не обсуждают в принципе это обычная платформа видимо это дисне спидран на скилл а не на знание багов хотя шантай тоже был на скилл потому что учитывая сквоз кортина наносилась и как видите как я говорил это все-таки немножко пазл вам больше надо думать где и как использовать эту лампочку себя на голове вытаскивая из фазы блоки я думаю уже просто запомнил стадии на которых нужно кликать эту кнопку ну да именно так и так как он это знает сказать это будет достаточно просто но когда вы сами начинаете играть в такие игры вы сначала долго думаете как пройти тур и не бросать именно допустим вон то место и так далее а винк софи будет будет если что винк софи это игра созданная создателем боши я знаю что она очень тяжелую ну да как учитывая что все что создает этот парень можно просто вот большую кнопку помечать опасно для мозга слишком деструктивную и когда я еще я понял моя ошибка когда я подумал о винк софи наверно должна быть проще потому что коммерческий релиз они больше как бесплатно я никогда в жизни так сильно не ошиблась нюб ты сейчас очень громко если что ой извините да итак я сделаю чуть потише лучше да вот так чуть получше хорошо слишком подносил на сулитер на саня на звезда флай а просто у многих привычка заниматься я не знаю почему то что я не имею так в зале к называть я сам не не играл до анимация глинаешь очень трудно вообще анимация этой игры вот которым играет о мать и switch force 2 очень крутая и вот с этим можно заметить именно на этом уровне каким местом эта игра пазл как вы видите если вы просто так на рандом летали из этих специальных ящиков то вы бы провели на этом уровне намного больше чем 20 секунд потому что эти еще при этом ящики были в разных фазах тут начинается очень тяжелая часть платформинга несколько коробок на переключение да и они при этом имеет разные эффекты как видите слышите очень быстро нажимает кнопку переключения наш спидранер вот для того чтобы коробки не переключались и не уходили фазу когда ему не надо вот и он и перечисла к скоростью что коробки даже не успевают уходить фазу и обычно как видите они даже надо все вместе с этим парнем я бы не стал играть в бокс на пальцах и какие-то дети дают для сбора поразительно мы уже говорили дети не нужны ну это понятно сзади забавный момент уже я говорил нам скром так вчера по моему во время марафона что у спидранеров же очень быстро на скажем так скорость нажатия на клавиши и они в самых быстрых людей которые нажимают на клавиши является меха ректор один из моих друзей которые присутствуют там на марафоне американец и друг пидже его скорость нажатия на кнопку по составляет 14 в секунду или больше не помню но один самый быстрый в этом плане 14 в секунду 14 нажатий секунду можно угадаю раз у человека у которого первое место но он американец просто еще просто бородатый американец он кстати пока первый кто поставил мировой рекорд во время всего марафона проходя там одну игру на сене итак сейчас я вам покажу один трюк в игре который один раз появляется вообще по-моему за всю игру он сказал он сохранит лишь немножко времени как вы видите на самом деле спидранер использует чуть-чуть трюков переключая блоки прямо во время того как он еще находится чуть-чуть в них если грубо говоря моделька персонажа будет внутри блока то он погибнет вот моментально и когда он прыгает и переключает блок на самом деле он еще остается моделькой блоки но настолько на мало скажем так а мало секунды на или на последний пиксель что успевает из него вылететь и потратить меньше времени на полет или переключение блоков короче до того как анимация закончится тоже небольшой баг видимо не подписывается именно эта фича это опять скил получается просто переключить именно на том пиксели которым можно но это скил основанный на знание бага опять же скорее просто на механика на знание механики игры потому что как у богат не до немножко панцишотов для нас очень мало фон сервисов или забавный момент что на самом деле вы видите что у вас есть скажем так мягко говоря этот насос который стреляется водой или пеной хотя определенного за спиной вода может это азот я же говорил да но есть забавно если вы попадаете в девушек которые стоят просто мы этого не видим потому что он очень быстро скажет так их подбирает они показать очень интересную анимацию когда нам замокают и так далее никакого фон сервиса никакого фон сервиса никакого фон сервиса дамы и господа это игра твой форвард я напоминаю очень хорошей компании хоррор что не послышалось нет такой бывает когда не спишь ночь это ты мне будешь рассказать как мы снились сны про зону тебе вам великий не спящий я ничего рассказывать не буду младыка сны про зону да это нормально слишком увлекся геймарафоном господи я только сейчас заметил эти трубы он слишком быстро проходит я даже не понимаю всю механику игры а эти трубы на скажем так можно передвигать на самом деле и вставлять так чтобы попадать с помощью скажем так распрыскивателя в те блоки кота что говорит мы сделаем игру про пожарных в которой все пожарные будут анимешные девочки и будут спасать других девушек бикини а они будут такие намокать ну типа чисто так детская игра без фон сервиса но на самом деле это интересная платформер тем не менее даже есть иногда компании которые увлекаются слишком фон сервисной частью а тут они хорошо скажем так держится посередине и мы снова замечаем что понимаешь что чтобы играть в платформера должен быть красочный оригинальный на на будет просто кусок мяса люди задавали с вопросами слева пожарить вкусно ли будет тоже своего рода фан-сервис каков на вкус мид бой мне кажется больше говядинка хотя да он липкий это говядина скорее вообще мне кажется на вкусом как почки почему как почки ну зато мы точно знаем какого вкуса был коричневый соперник почти все трюки которым показывает дают в разницу всего пару секунд но в общем купе я думаю это экономит несколько минут я думаю да 12 минут уже то есть половина спидрата полына горы уже пройдена ты помнишь свою цифру то 23 49 23 30 22 49 22 39 у меня 21 40 как я говорил начальник почему все записали как 21 20 дичь рейд начинаются в 4 30 на это просто забей на бежит кучка ребят и буду писать фэгат в чат но уже это твич рейд на какой-то женский канал походу но мы сделаем тайм-аут не будем банить человека мы сделаем тайм-аут зачем 0 1 нужно не знаю справлять зачем нужно 0 1 этот имеется ввиду просто обсуждение что сегодня вышли 10 windows а итак это очень крутой вертикальный уровень говорит нам speedrunner и в этом уровне очень много маленьких вариантов оптимизации я есть очень есть очень пора скажем так вещи которые будут очевидны и сейчас поймете чем я говорю есть что я делаю он унижает эту игру вот что он делает что правда если бы все играли как speedrunner и игры индустрия бы скатилась банкрот я думаю за пару дней может быть наоборот не знаю если бы игры которые делают годами проходили за 25 минут и на все и вот его оптимизация была то что где он скажем так где управлял своей лампочкой на голове не видя что происходит за частью экрана и управлял горящими камнями чтобы не упали где одна из последних девушек и сожгли под ней блоки это и была та самая оптимизация продуманную немножко запорол шина ломает правила игры да и вот сейчас мы опять слышим как speedrunner помешет кнопку переключения блоков потому что скажем так вот эти блоки которые поворачиваются велись и немножко другому сможет пропустить пазл целиком и сэкономить очень много времени как он говорит если что сделать посмотрим как он это сделает пропустит пазл следующий он хочет пропустить одну один из трюков потому что это будет может закончиться очень тяжелый он летально может закончиться судя по всему тяжелое пространство вокруг зона короче трудная мне кажется если проходить казуально это реально сложная зона мне кажется казуально проходить тут еще на первом уровне вдуплял чуть и вообще делать нужно скорее всего смотри анимешная девочка смотри у меня есть поливал как двигать эти трубы тем временем обычные люди не нужна помощь а будет ли спидранить еще елки у бина спрашивает елки у бина девушка спидранер который спидранер а микки мауса сожалению по моему она больше не будет спидранить на данном марафоне но вы можете перейти на ее канал подписаться не видишь смотрите больше спидранов да ну всегда можете смотреть на нее вне games bank week наслаждаться геймер гюрл геймер гюрл геймер гюрл геймер геймер гюрл так так я нашел ла раз делал киллер би ну все в принципе да только одна игра будет проделал киллер би проходила теперь простой пазл нужно просто взять этого парня сюда забавный момент что вы можете снести этот блок грязи блок грязи да не решая пазл просто ударившись головой потолок и поливая перед собой это точно не фича да вместо того что говорит я буду решать сейчас этот пазл я просто выстрелю вот сюда и резко переключу все блоки я не понимаю что происходит нашел последнюю да к сожалению несмотря на то что как бы спидраны я смотрю да но некоторые моменты для меня остаются далекими и для того чтобы спидранить полностью игры надо именно знать о чем каждая игра вплоть до трюков и сюжета и механики игры поэтому я надеюсь что когда нас будет авиасон геймс дант квик у нас будет именно множество спидранов которые смогут прокомментировать некоторые игры ну какой клевый уровень это же требует более тщательной подготовки а тут все произошло куда более сумбурно насколько я знаю ну даже не сколько сумбурно скажет количество комментаторов очень маленькая и учитывая что мало кто знает что такое геймс дант квик найти то происходит вообще да никто очень многие на станет даже кто любит это мероприятие не знали что будет русская трансляция и узнали это скажем так сам последний момент и теперь узнают до сих пор с главной страницы твича и и так кстати цель цель для пожертвований для именно для этой игры было в том что спидранер будет петь песню в титрах поэтому послушаем я сделаю погромче обязательно кстати самый последний уровень это автоскроллер он скипнет его или просто побежит по бену он говорит ну проходите надо он не будет скипать ой ов ю кикену бот мне понравился парень тоже сказал что я вижу тебя я задолжал тебе пинок занять я не знаю почему видно хорошее отношение младенцы барахтаются видел видел он то что перепрыгнул через текстуру то есть грубо говоря он перепрыгнул над уровнем походу над уровнем нет никаких невидимых стенок можно перепрыгать спокойно ого и он еще раз перепрыгнул другая он не решать некоторые загадки а просто их обходит ну да уже спидранер в конце концов они лучшем мире головоломщик как называется пазл мастер riddle solver как бы ну блин я черт знает не придумали слово наверное или я просто и enigma а если вы думаете что он сейчас делает это дает он ждет определенных цикл чтобы пробежать без остановок я напоминаю что это автоскроллер и автоскроллер именно тем что он не может нажимать скажем так что у него на голове она автоматически переключается видите она мигает а потом переключается сейчас не контролит ее в общем он перепрыгнул там и говорит что теперь ему не нужно проходить эту очень тяжелую часть да и он просто бежит по воздуху это очень хорош шорткат кстати все вы думаете где эти сестры хулиганки которые были в первой части которых мы арестовали и вот мы сейчас достигнем финального босса и увидим где жить одноглазная змея неожиданно такие дела ну ладно что-то что-то я не знаю вся эта сцена выглядит как-то неправильно не то чтобы неправильно такое происходит постоянно но все равно и если что он кстати сейчас как раз спасает сестер хулиганок как видите наверху же он спас двух сестер да и кстати забавный момент в этой игре он то что сказал да этот босс никак не объясняется в игре откуда он здесь что это такое вообще непонятно и забавный и шутить на вещи про коитус нам нельзя мотивиться а есть интересный момент как говорит спидранер как бы хоть и в мире mighty switch force есть небольшой лор большая часть его стали на скажем так на воображение игрока а а лор это история мира не вы сценаристов мы оправдываем в том что эмпатии короче да да 2329 я не был прав я 29 ну цифры довольно близкие ну да 2329 а у меня да итак теперь он будет сейчас петь а я сделаю его погромче и так теперь он будет сейчас петь и сделаю его погромче все ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА You're my rescue girl, you can save the world, I hope. In my heart, when apart, I keep yearning. So rescue me, I can finally see your mind. In your eyes, I see the planet is burning. Rescue girl, yeah, you are the world to me. I promise I'll be there for you forever. So rescue me, come and set me free, alive from the flames in my heart. It's not an artisan, no matter what I want. Close your eyes. How long are you all there? It's not too long. I'm not going to be able to get them all out of the way. It's not too long. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok You're my rescue girl Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok